Некому лечить, почему в бийских больницах катастрофически не хватает врачей? Готовность номер один, сколько школ края уже принято к новому учебному году? Не в шуточной страсти, какой район края стал самым спортивным? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Они рассказали, что на месте их стоянки резко испортилась погода, палатку с вещами и снаряжением унесло ветром, и мужчины начали замерзать. По последним данным, они выходят на связь каждые три часа, но пока спасатели не могут оказать им помощь. Пеший путь до застрявшей группы может занять несколько суток, а вертолет, который для спасения туристов, специально перебазировали из Красноярска в Кемерово, а затем Горнолтайск не может вылететь к туристам, поскольку в горах сейчас густой туман. В больнице Наукограда испытывают острый дефицит врачей. Учреждения укомплектованы специалистами лишь на треть, пишет газета «Бийские рабочие». Подробнее об этом и не только в традиционном обзоре новостей от сибирской медиагруппы. Проблеме обеспечения медицинскими кадрами больницы поликлиник корреспонденты «Бийского издания» посвятили большой материал. Они пишут, что сегодня врачей из Наукограда оттягивает сельская местность, поскольку она привлекает их миллионам рублей по программе «Земский доктор». В то же время многие молодые специалисты не спешат в «Бийск», предпочитая города крупнее. И пока восполнить кадровую проблему попросту неким, отмечают журналисты. А вот Политсибру информирует, что Алтайский край попал в пятерку самых криминальных регионов Сибири. Так, за первое полугодие 2018-го в край зарегистрировали 826 преступлений на 100 тысяч населения. Это пятое место среди регионов федерального округа. Нас обошли лишь Тува, Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область. А вот самые законопослушные в Сибири, как выяснилось, о мечи. С них и стоит брать пример. В Рубцовске отремонтируют драматический театр. Цена вопроса 63 миллиона рублей, сообщает комсомольская правда Барнаул. Историческое здание было построено в советские годы в стиле эклектики, является объектом культурного наследия регионального значения. Капитальный ремонт, которого театр ждал несколько десятилетий, должны завершить до конца сентября. Елена Макаренко, Наши новости. Лучшие сыры и молочные продукты Сибири сегодня определяют в Барнауле. В течение двух дней на базе Международного колледжа сыроделия проходит межрегиональная конференция. Ее цель – повысить качество и конкурентоспособность молочных продуктов, а также оценить импортозамещающие технологии. Предприятия из Алтайского края, Новосибирская, Томская, Омская области и Республики Казахстан представили более сотни образцов продукции. Оценивает качество продуктов профессиональные жюри в составе 20 экспертов. Наша съемочная группа наблюдала за процессом. Материал на эту тему смотрите в вечернем выпуске новостей. Треть школ края готова к первому сентябрям. На Алтае полным ходом идет приемка учебных заведений к Новому году. Накануне специальная комиссия побывала в Сахарозаводской средней школе Павловского района. Рассказывает Александр Захаров. В Сахарозаводской школе сейчас учатся 320 детей. Специальная комиссия проверяет выполнение требований пожарной безопасности, условия защищенности от теоретических угроз, соблюдение санитарных норм и правил, техническое состояние здания. В целом, проверку школа прошла, но заключение комиссии таково. Нужна замена некоторых окон и крыши. Школа принята. Мы видим, что созданы все комфортные условия для обучающихся. Для того, чтобы условия были более современными, необходима замена окон. А чтобы окна и сами конструкции дальше не разрушались, необходима замена кровли. Поэтому мы выйдем с предложения в правительство Алтайского края и рассмотрим вопрос о выделении данной школе средств. В этом году пришли два молодых учителя по английскому языку и физике. Для села это событие, ведь чаще молодежь стремится наоборот, в город. Педагоги сразу начали предлагать новые идеи. Наш проект будет называться «Лингвистический центр». И в него будут ходить посещения языковых центров, то есть разговорных клубов с носителем языка, а также включение урочной и неурочной деятельности. Недавно школа вошла в число победителей конкурса на предоставление гранта в номинации «Школьный перспективный проект». Скоро здесь начнет работать мобильная лаборатория по физике и биологии и учебно-производственный центр, где ребята смогут получить профессию без отрыва от обучения. Планируем сотрудничество с Алтайским политехническим техникумом в плане подготовки ребят по следующим специальностям. Это повар, это ландшафтные дизайнеры, это мастера керамики и водители категории «Б». Сейчас край треть всех школ готова к новому учебному году, оценила комиссия. Окончательные итоги подведут 20 августа. Александр Захаров, Павел Лаурин. Наши новости. В Завьялово завершилась 40-я летняя Олимпиада сельских спортсменов. За три дня было разыграно 57 кубков и более 500 медалей. Напомню, впервые Олимпиада состоялась в 1977 году. С тех пор ее решили проводить регулярно и каждый раз районы края борются за право принять старты. На этот раз Олимпиаду принимал райцентр Завьялова. Все три дня кипели нешуточные страсти. В последний день на площадках выявляли лучших в футболе, волейболе и баскетболе. По итогам первое место в футбольном турнире занял Шипуновский район, волейбольном Тальменский, баскетбольном Бийский. В общекомандном зачете, а напомню, что соревновались сельчане по 11 видам спорта, победу в районах с населением менее 20 тысяч человек праздновали хозяева турнира, представители Завьяловского района. Среди районов, где живут более 20 тысяч, лучшими оказались спортсмены из Благовещенского. Следующая Олимпиада пройдет в Колунде. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании Валар. А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин Форте Валар. Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин Форте Валар. Почувствуйте разницу. Дожди и грозы обещают синоптики на всей территории края. 17 со знаком плюс в Белокурихе и Камни-Наби, 19 выше нуля в Бийске, плюс 20 в Урубцовске и Заринске, в краевой столице. Также дожди и грозы. Ветер западный умеренный. Температура днем до 23 градусов тепла. Это все новости к этому часу. Телефон нашей редакции в Барнауле 722 440. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова